В школьной программе, наверное, сейчас существует самая главная проблема, и она состоит в том, что программа мало менялась с того момента, когда она была сформирована, а эпоха-то сменилась уже не раз. Например, сейчас читать Фанвизина, его «Недроссель» или «Карамзинаби» или «Лиза» — это уже немножко не то. Плюс к этому юридная доля советской литературы — слава богу, что убрали, например, поднятую серену Шолохова и заменили на «Тихий дом», но, например, отсутствует то, что касается совсем современной литературы. То есть отсутствуют, например, романы Пелевина, отсутствуют вообще, в принципе, практически вся современная литература, она, в принципе, отсутствует там. И создается ощущение, что по-хорошему с середины XX века ничего нормального и не писали. Помимо этого нет связи с иностранными писателями, потому что школьная программа не показывает, какие авторы влияли на русскую литературу, как это формировалось и как все это возникало в неком симбиозе. Я считаю, что это, на самом деле, очень важно и нужно. Пусть будут разобраны, например, не все далеко произведения Александра Сергеевича Пушкина, пусть это будет 3-4, но эти 3-4 разбора будут сделаны подробно. Соответственно, когда потом человек сам откроет Пушкина и будет читать дальше, ведь достаточно там одного-двух произведений, чтобы человека заинтересовать, и он потом начнет читать больше. Я до сих пор не понимаю зацикленности на «Чудном мгновении», например, на «Я вас любил». Ну, я действительно этого не понимаю. Зачем это делать? Это даже не самое лучшее произведение из его любовной лирики, вообще, как бы, достаточно странное в определенных моментах. Вообще не говорят о том, с чем это было связано. Никто даже про фигуру Анны Керн ничего не скажет, кто она была такая, потому что это считается неприличным. Поэтому вот какая чистая любовь. Ну, как бы эта чистая любовь была, по сути дела, к такой даме, мягко говоря, легкого поведения, кое была Керн. И про это все равно никто ничего не будет говорить, потому что это же выбивается из контекста великого гения, который трагически погиб. И, кроме того, никто не будет, например, вот, то есть, смотрите, есть очень хороший момент. Вот дают, например, у Пушкина его Бориса Годунова. Но, когда мы говорим про Бориса Годунова, нельзя не говорить про Шекспира. Потому что именно традиции Шекспира Пушкин хочет возродить в русском театре. И вот это-то самое интересное есть. Как сочетается Борис Годунов и Король Лир? Почему не сделать сравнение просто этих произведений? Почему не сказать в этом контексте про Макбета? Потому что это произведение на Пушкина влияло очень сильно. Почему не сказать, что даже там та же самая фраза «Народ безмолвствует» и «Дальнейшее молчание» в «Гамлете Шекспира» тоже имеют свою перекличку? Ведь это же все важно! Это же, по сути дела, возрождение исторических хроник Шекспира, того же самого аналога Ричарда Третьего. То, что делает он в Борисе Годунове. Ну, почему правильно сказать? Почему в этом контексте не разобрать его маленькие трагедии? Потому что именно с Шекспиром тогда настолько сильно бредил Пушкин. И вот так, мне кажется, и нужно вводить зарубежную литературу. Потому что у нас про Шекспира говорится пару слов, но максимум в лучшем случае, если еще спецшкола Ромео и Джульетт прочитают. И каждый раз в привязке лучше просто не то, что уменьшать количество, но вот брать писателя, но несколько его произведений разбирать просто более подробно. А не так, что там пролетело за один раз и на этом все. И просить детей сопоставить, чтобы они учились анализировать, чтобы они учились смотреть на текст. Это же ведь действительно важно, это очень сильно развивает мышление. Потому что сопоставление текстов очень сильно развивает логику у ребенка. Это очень сильно структурирует в дальнейшем то, как он будет строить фразы. Насколько понятно, он будет излагать свои мысли. А этому вообще не учат. Убран такой предмет практически полностью, как риторика из школы. Ну какая литература и какой русский язык могут существовать без риторики в целом? В пятом классе слово о полку Игореве это, конечно, мучение. И не просто мучение, это издевательство, которое для ребенка вообще в целом непонятно. Потому что возникает вопрос, мало того, что это я читаю, зачем это я читаю. По ее всего прочего, история, мягко говоря, необычна тем, что она показывает провальный поход, который закончился разгромом и больше ничем. Все. Это просто история провала. Причем абсолютного. Смотри, тупой придурок, у тебя же рук не осталось. А вот и остались. Посмотри. Это ранение местек тканей. Прекрати труд. И как бы она вообще туда не к месту. Вообще никак не идет. Там можно было бы бобылинами ограничиться и все. И это не единственное произведение. То есть мне, например, далеко не ясно, зачем из Достоевского брать, например, не игрока, которая читается достаточно легкой, которая читается интересной, которую зацепил бы очень многих людей. А разбирать преступление и наказание, ну, хотя бы... Потому что оно намного сложнее, чем обычно об этом говорят. И не работает там все по принципу среда заела. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. Да, сын. Но меня, собственно, не эта часть заинтересовала, а одна мысль в конце статьи. Если припомните, то проводится намек на то, что будто бы есть на свете такие лица, которые могут, вернее, даже полное право имеют совершать всякие преступления. И все не так просто. И там полно отсылок к философии Эммануила Канта. И если ты хочешь достойно разбирать произведение, то там нужен еще и курс философии такой нормальный. Потому что дети хотя бы должны знать, от чего отталкивался Достоевский, что он настолько сильно любил, что на него оказывало влияние, почему он вообще все это написал. И если игрок в этом плане куда проще, и это можно разобрать, например, в контексте того же самого Пушкина, его «Пиковой дамы», других произведений, где фигурирует тема карт, тема игры. В данном случае это рулетка. Разобрать через биографию самого Достоевского, плюс интересная история создания этого произведения, что могло бы зацепить и сказать, что вот из этого в дальнейшем родилось то, за что мы Достоевского знаем и любим дальше, но нет, конечно, нет. Нет, такого не будет. Будет преступление и наказание, причем без особых объяснений, от которого несчастные дети там в основном будут просто стонать. То же самое, что с «Войной и мир». То есть начинает «Войной и мир», и сразу почти моментальная реакция у детей, когда они только открывают, они видят, что текст на французском, и они такие, «Ох, не знаю, просто закрывается». Они ожидают, что будет что-то там более-менее существенное, но ведь до этого момента по истории не давали никаких знаний, что представляли из себя наполеоновские воины. Потому что в лучшем случае все, что дается в школе, это… Что знает школьник? В 1812 году на нас напал Наполеон, ага такой, дошел до Бородино, под Бородино мы его, конечно, победили, правда, Москву почему-то сдали, но победили. А потом уже добили умело, потому что дали ему остаться в Москве, он тут все пограбил, Москву сжег, ушел, и вот армия была разрознена, и потом добили мы Наполеона. Вот и все, что он знает про войну 1912 года. А какие были предпосылки до этого? Из чего все это родилось? Какие были причины? Почему Наполеона все так не любили? Чем он был такой притягательной фигурой? Что это была за эпоха? Никто этого не знает. Соответственно, весь этот разговор в гостиной Анна Полна Шеррера, он сразу теряет вообще все свое очарование, потому что большая часть людей, которые сейчас открывают роман, просто это неясно и непонятно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова